Задавал вопрос специалистам Туманяну, Свечову, Евгений Михайлович Маков задал, как должен вести себя тренер на соревнованиях. Ну и Туманян начал какие-то высокие материи, понимаешь, здесь очень важно, индивидуализация, пятое-десятое. Свечов говорит, ну, все средства хороши, то есть, если цель стоит, медаль, золото, выше ступень пьедестала почет, значит, все средства хороши. Евгений Михайлович говорит, что есть учебный процесс, вот там вы можете моделировать все, что угодно. Хотите там бутылками пластмассовой забросать, хотите там свистите, хотите свет выключите, хотите просто прям всех спортсменов настроить против одного, хотите засуживайте там на тренировках, чтобы подготовить его к будущей деятельности, чтобы он там был максимально защищен, то есть, он был готов к этой деятельности. Но на соревнованиях нужно просто фиксировать происходящее, то есть, нужно как тренировочный процесс, это учебный процесс, неважно, в школе, в институте, где-то, аналогично, да. Потом приходит пора, да, рубежный контроль или какой-то, как мы говорим, там, микрозачет или зачет или экзамен. Соответственно, то есть, если мы даем что-то нашим ученикам, потом мы должны получить обратную связь. Насколько усвоили наши ученики тот материал, который мы им предложили. И если, представьте себе, на экзамене студент пришел, а вдруг профессор ему начинает через каждое слово подсказывать, и студент будет смотреть с удивлением на него, а потом, чьи знания мы оценим, кому мы оценку будем ставить. Поэтому, когда тренер сидит на стуле уже в таком прединфарктном состоянии и уже с осипшим горлом, и пытается, там, подними руку правую, подними руку левую, подними ногу правую, там, и так далее, там, наклонись, упрись, убегай, тяни, ну, то есть, получается, что чаще всего тренер просто выплеск своим эмоциям проявляет, нежели приносит пользу своему ученику. То есть, и потом здесь нужно совершенно четко понять, что мы в итоге формируем, да, знания, умения, навыки. То есть, сообщаем знания, формируем умения и совершенствуем навыки. Это когда навык, то его невозможно голосом исправить. То есть, ну, какая-то статическая ситуация можно еще как-то скорректировать, но навык голосом не исправить. Голосом можно исправить знания, голосом можно исправить, скорректировать умения на стадии формирования, да. А когда идет борьба автоматизмов, когда кто кого, то есть, темп очень высокий, реагирование, то есть, человек превращается в такого, в общем-то, ну, не робота, а такую машину, да, которая стремительна. То есть, там мозг работает как компьютер чудовищно, быстро, и принятие решения, оно не предполагает оценку еще и какого-то внешнего звукового сигнала. То есть, если фоном это идет, знаете, как там инфошум такой, да, знаете, из зрительного зала, то есть, ну, вот он привык, что там кто-то орет, это для него это комфортно.